Если будете спрашивать, страшно ли мне, нет, я хочу просто уже написать и забыть. Не знаю, будет ли слив какой-то тем, не знаю, посмотрю, может быть, потом вам скажу. Совпало, не совпало, навряд ли сейчас нам совпадет, мне кажется, что не будет совпадать. Привет, я вроде как жива, это не точно. Мне хочется плакать. Сразу скажу, не верьте сливам, вы их смотрите, но особо по ним не готовьтесь, так чисто посмотрите, какой можно аргумент подобрать, ну вот что-то такое, да, но никогда не верьте сливам, потому что сливы, это ягоды. По-моему, это не ягоды. Да ладно! В общем, сливы ответов этих тем, не верьте им. Хочу сказать, что оказывается, был слив ответов в 9.45, но у нас телефоны забрали в 9.30. Ну, может, максимум там в 9.45, типа мы их уже точно сдали все. Я, к примеру, раньше вообще сдала, поэтому, скорее всего, наши не знали, ну, как бы я точно не знала, поэтому фактически как бы слив был, но был он очень поздно, вот. У меня вообще речь заплетается, я просто, я перенервничала. Значит, вчера я была такая спокойная. Страшно ли мне? Нет. Думала, что нервничать сегодняшний сочинение, но как только я вошла на порог школы, мне всё. У меня вот столько вот было переживаний, да, вот так вот они поднялись, просто вот, просто. Я стала, я резко стала нервничать, поэтому, и у меня немножко заплетается речь, я прошу простить меня за это, вот. Значит, какие были темы, я не помню, а я помню только свою тему. Все другие мне вообще не понравились, и мало кто писал по ним, я знаю, что три человека писали по третьей теме, я не помню, какая там третья тема, к сожалению, вот. Вот, какая тема у меня была, какого человека по правде можно назвать героем, или кого по правде можно назвать героем, точно не помню, ну вот, сама суть, да. Ой, господи, я написала на 424 слова. Вроде нормально, да. Ой, что ещё сказать-то вам? Писала я, аргументы брала из Шолохова «Судьба человека», эпизод с Мюллером и убийство Крыжнёва, и также «Быков сотников». То есть у меня как бы три аргумента, но один я расписала прям большим. Вот один аргумент у меня, если два другие, короче, не подойдут, то с одним аргументом у меня будет 250 слов, даже чуть-чуть побольше, чем 270. Вот, другие два аргумента там у меня по слов 60-70, ну, короче, они такие большие, но вообще, по сути, они должны быть правильные. «Быков сотников» точно должны быть, правильно? Господи, я не буду говорить «точно», потому что, когда я говорю «точно», это обычно два, или не зачёт. Вот. Писала я в той же аудитории, в которой писал пробник, я не знаю, зачем я это говорю, но по мне так это важно, поскольку я меньше переживала там. Место у меня было удачное, у дверьки, я сразу такая «хоп, можно выйти и в дверь». Ты что, с ума сошёл? В общем, что насчёт шпаргалок, не знаю, кто проносил, не проносил, ни в коем случае не проносил им. То есть, я не знаю, можно ли такое говорить, поэтому я не проносила шпаргалки. На самом деле, шпаргалки, вот, мало чем помогли, могу так сказать, поскольку обычно, когда человек пишет шпаргалки, он запоминает то, что он пишет. Я же печатала, у меня было три листика, я их не взяла с собой ни в коем случае. Было три листика. И, честно, я знала, что там написано, но, как бы, особенно то, что для моей тема было, я точно знала. Как нас провожала учительница по русскому языку. Просто Елена Михайловна, вы лучшая женщина. Она нас и перекрестила. Она, типа, забрала наши все переживания. На самом деле, нет. Ну, это было приятно, мило. Потом, когда я, значит, спустилась, уже все написала, она меня устроила допрос, короче. Спрашивала, что как, как я написала, какой у меня тезис, какие аргументы, сколько слов. В общем, поспрашивала быстренько, пока отдавала телефон мне. Вот. И все. Ребята, честно, это жесть. Писала я три с половиной часа. Ну, не с половиной, где-то, ну, три двадцать, вот так вот. Ну, короче, три с половиной часа. Это достаточно много. Знаете, я очень долго продумывала, сомневалась. У меня было не на шпаргалке, а так чисто, ну, вы поняли, да, написаны фамилии авторов, там, типа, Михаил Александрович Шолохов. Да, Михаил Александрович Шолохов, да. А могу, по-моему, показать. Естественно, с собой не брала, оставила дома. Вот они, вот они. Да, Михаил Александрович Шолохов, вот они штучки. Честно, я их, вот когда я их писала, я все зазубрила. Короче, вчера, нет, вчера вечером, да, поздно, я посмотрела сливы, вот эти. Которые, типа, ягоды, но на самом деле нет. И там была тема, что лучше, сострадание или истина. Про забвение не подлежит, тема была просто ужасная в этих сливах. Там была тема, типа, почему до сих пор ведутся войны. Это просто адская тема. И там более-менее была вот эта. Я написала себе вот такое мини-сочинение, типа, что я считаю лучше, сострадание, чем истина. На самом деле, я считаю наоборот. Но иногда, конечно, сострадание лучше. В данном случае, какие у меня аргументы, там было лучше сострадание. Опять же, Шолохов. Вот реально, ребят, я говорю на будущее, тем, кто будет писать в следующем году. Прочитайте рассказ, ну, произведение, я не знаю, рассказ это или нет. Шолохов, судьба человека. Вы оттуда просто куча аргументов найдете, я могу так сказать. Потому что в этом рассказе есть и про подвиг, проблема семьи, то есть, что там умерла, какие у них взаимоношения, проблема сила духа, милосердие, смысл жизни, честь, достоинство русского солдата. В общем, просто куча аргументов у вас будет только одним рассказом. Вот. Прочитайте его. И Быков-Сотников, я на самом деле не читала это произведение, могу сказать так. Но я читала эпизод, который мне нужен. И я этот эпизод читала уже несколько раз, и именно его я всегда приводила в примеры в сочинении своем. Тоже можете прочитать там про отряд, как его, сцена допроса, предательство рыбака, вот это вот. Ну, конец, по-моему, произведения, если я не ошибаюсь. Готовилось, именно забвение не подлежит. вот это вот направление. Но другие я тоже чуть-чуть выписала. Там Евгений Онегин, Ациидеть, Преступление и Наказание, Мастера Маргарита. И вот очень крутой рассказ, уроки французского. Там тоже тема самопожертвования, милосердия, вот этого всего. Это прикольно. Тут еще 451 годов по Фаренгейту, Мертвые души, Юшка. Юшка тоже хорошая, но я не люблю просто направления другие. Я не люблю направления время перемен, разговор с собой, вот эти все. Мне вообще вот, вообще не нравятся. Азовин не подлежит про войну. На самом деле, раньше я не любила про войну, в девятом классе. Но в десятом-одиннадцатом я полюбила эти темы, потому что выучишь один рассказ, типа Шолохова, да? И постоянно его будешь приводить в пример. Вообще, каши во голове, и я прям сейчас отдыхать пойду, у меня уже башка просто кипит, сейчас взорвется. Вот. Так что все, на этом все. Я не знаю, зачет-не зачет. Надеюсь, что да. Будем надеяться. В общем, всем пока-пока. До новых встреч.